Здравствуйте! 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 Молитесь, святой Петя, Ваше. Господи Иисусе Христе, Собой Божий, помедленный, ведя христиан. Господи, Господи, обыскающий Его, блага сердца и кредит века. Слава Твоему Святому Духу, помене, пресной водительнику. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Я святой дарю Твои словом истинной молитвы. Аминь. Аминь. Давай, Никита Андреевич, засчитывайся. Кто, где, с кем работал? Ну, все на огороде были, кроме кого? Кроме Лизы, наверное. Лизы с Егором. Егора не было. Коля порвал поясок Егору Второму. Что делал? Порвал поясок ему. Пояс. Коля. Ну, иди сюда. Они говорят, ты порвал поясок ему. А как это случилось? Тихо. Сейчас сначала он отвечает, не искать его. Я ему говорил вставать, что перемена закончилась. Что говорил? Он не вставал. Он говорил ему, что перерыв закончился, и он не вставал. А почему ты не вставал? Я просто это... Ну... Ну что? Я не это не... Понимаешь, ты его вынудил это делать. Коля это сделал правильно. А ты неправильно. А почему ты не вставал, если перерыв кончился? Отвечать-то нечего, понимаешь? Труднее всего в мире оправдывать, знаешь что? Лень. А чем ее оправдаешь? И когда судят другому, нельзя никакой причины дать. Вор может сказать, мне вещь-то нравилась, машина, я не мог ее купить, поэтому украл. И так все грехи. А когда человек судил или вот такое делал, то ленился. А почему ленился? В самом деле, почему? Вот сегодня мы поехали... Ну, от Романа, малыш, поехал сам. Ну да, раз он сам взял этого Виктора, бульдозериста. Еще одного человека надо, а другой человек это я. Я уехал раньше на велосипеде. Я увидел, как он сделал трубу с двух сторон. Через кабину она проходит. И в разном направлении монтировки. И опускается специально такой трос. Внизу там поднимать. Там что там, тяжесть какая. С той стороны, как ломиком подворачивает. А я здесь, в трубе. Труба. А в трубе посередине отверстия сделаны. Выпилено, там все сам сделано. И здесь. Держать. Держишь. Потом руки еще не чувствуют. А отпустить нельзя. Там человек под грузом лежит. И в это время он просит, чтобы Роман помог наводку сделать ломиком. Подвинуть эту деталь надо. Она не попадает. Болты не подходят. А я один держу. Рука затекла. Я ее пытаюсь так нажимать. Она не чувствует ничего. Ну не привычки. Да и это тяжело. Вдвоем наворачивать теперь. А Роман уже занимается другим делом. А я здесь. Ну прямо взмолился. Господи. Я не удержу. А не удержу, значит авария будет. Проходит какое-то время и Роман стал там поддерживать. И так поднимаю. Отпусти. Вира, Майна, Вира, Майна. Подвинуть. Понимаешь как? Если я замедлил бы. Значит все. Повредил человека. Я не могу. У меня рука уже не движет. Он отпустил одну руку. Я начал сжимать пальцы. Сжимается скорее как-то. А ты сидел. Сидел-то почему? Когда все вставали. Все отвечаешь. Лень матушка ответить. Вот у меня дети купались. И они пришли и говорят там раздеваться где-то сделал. Он говорит пинал ногой. Вот пинал, пинал. А почему? Дурью маюсь. Ответ он сам дает. Дурью маюсь. У него хватило сил. Он здоровый такой парень. Я его наказал. Сказал возьми чурку. Вот такую вот. И пинай ее до самого пляжа. А потом оттуда и пинай. Он напинался. Ногу волочит уже. Пинай ее к чурку. А чурки-то легче. Так. Ты не хотел вставать. Почему не хотел? Устал, жарко было. Не хочешь ли, да? Он сказал устал. Разговаривать не хочешь. Он сказал устал, жарко было. Ну чего устал-то? Ну какая усталость? Руки свободные. Опять сели-посидели. В таком возрасте от усталости говорить. Да ты еще с тобой дашь что-то будет. Где-то. Ты не прав. Там у вас что скамейка была? Там скамейки стоят. Скамейка. Найди маленький стульчик веди там на улице. И повставай. Посчитай. До ста досчитаешь и придешь за обед. А за это время сколько съедим тебе уже не попадет. Понял? Встать. По-честному. Ступай с Богом. Выбери стульчик один. Поднимайся и опускайся. Он научится и у него будет. Так. Ты прав. Становись. Понятно? Так. Я говорил кошке туда не лезьте. Зачем ты лезешь туда? Ты задираешь кошку просто. Кошка туда заскакивает, а ты ее хватаешь. В это время глянула. А я стою в углу, меня этот увидел. Этот сразу попятился назад. А это меня не видит. Я в углу стою там. И она. Кошке туда. Я сказал кошке не лазить туда. Для тебя запретов нету, да? Ты с мамой так обращаешься. Что бы ни сказала. Мама, ты не слышишь. У тебя уши заложенные. Сама придумай какое наказание. Ну? Все. Дайте мне наказание. Стоп. Вот здесь забить. Она их забьет. Даже ухом не моргнет. Ухом не моргнет. Ты лезла туда. И тебе сказано было нельзя. Давай договоримся так. К этому шкафу ближе полметра ты не подходишь. Полметра знаешь что такое? Да. Покажи. Где-то подальше. Это 40 см. Еще подальше. Вот так вот. Вот ближе к шкафу не подходишь. Поняла? Да. Как только туда заглянешь, все горящие. Давай здесь. Мама, вот где это? Согласна, да? Потому что так ей не годится. Она не слышит. Ей уши надо прочистить. Я буду ей. Ты поедешь домой другая. У меня приехали с Красноярска. Нет. Не с Красноярска. С Украины. Ребятишки. Обойкие такие. Они у меня пробыли. Поехали. А потом меня их воспитатели говорят. Едут дети. А их человек на расшель было. А это что за ребятишки такие? Полная тишина. То читают что-то. То разговаривают. Ни один не бегает. Не прыгает. Он говорит, да вы знаете откуда мы едем? Где вы были? Да там были. Рассказали про лагерь. Таких лагерей как не бывает, чтобы детьми занимались. Бывает. Ты должна поехать в другую. Остается 10 дней всего только. 31-й уезжаете. Так что поднатужься. Представь какая радость будет вашему отцу. Что Маша приехала другая. А так что Маша приехала. Была. Такая такая есть. Такую да. Рисковала собой. Я про белые скажу. Утром вчера. Видимо вчера уже мы ее не лечили. Не было. Я стал предполагать то, что она на улице была. А коршун летает. А коршун определит. Больная не мощно. Он ее подхватит. Как не бывало. Или она просто сделала такой красивый жест. Ушла. Как есть поп. Фильм такой. Она пошла в лес. Она заразилась тифом. Пошла и замерзла. Так и наша белая. Чисто. Красиво. Ушла. Нигде нет. Я поискал. Нету. Почти два дня не было. Я сегодня думаю. В дневнике я запишу. Белая исчезла. О нем еще думал. Сейчас прихожу кошек начал кормить. И она вылазит из голубинного гнезда. Ящик большой. Она залезла. И клапан за ней закрылся. Она видимо не знала как вылезти. Вылезла. И не может стоять где-то. Но у меня там кусок мяса был. Я ей дал. В комнату скорее затащила отдельно. Видишь. Тоже забота. И вот делали, делали, делали. Знаете. У меня есть такое ласковое. Когда. Ну последний разочек. Я съезжу на родину. И все. Разочек. Это. Такое. Уменьшительное значение. Приятного. И вот этот. Бардазерис. Полежит. У него ни подстилки. Ничего. На голой земле. Там сыра. И он ровно пять часов сегодня лежал только там. Прикручивал. И обедает где-то там. А мы в другом месте. А сегодня. Гляжу. Он с обедом. С этой. Пистерюшкой. С корзиной. Идет ко мне. И сел рядом. Ну я тогда стал ему объяснять. Среда пятница. У нас по-другому маленько. Думаю. Как-то его. Он говорит. Ну еще разочек. Залезу под бульдозер. Разочек. Пять часов он там сидел. И правда. Последние гайки приворачивать. И тут дальше дождь. И ничего нельзя сделать. Тут грязь. Тащит одна грязь. А дальше зачем я с ней буду делать. Она всплывает. С полотна. И еще нет. И дали сигнал. Роман. Роман сегодня четыре раза нами приезжал. Четыре раза. Это и горющее время. Ты хоть приходи обедай. Или с чем с собой рассчитываться. Денег дать тебе не могу. Вот с ним поговорили. Вот такой у нас прошел день. Что хотел? Моя мама передала ее всем поклон и благодарность за молитву. Спасибо, Христос. Маму мы конечно помним. Так. Вот я вам доложил со что? В палатку я уговорил тебе. Ты, вы видите, заходил в палатку? Да. Да, мне чистая. Принес, да? Да. Хорошая палатка. Заходи. Мне надо, посмотрите, там зашейте. Мария, палатку этой займите, чтобы ни одной дырки не было. Дождь течет, я весь мокрый. И, наконец, под клеенку, которую дали, есть до Стархан. Я под нее залез. Вода под меня течет. Вообще. Надо что-то такое сделать. Прямо никак. Ну, ты видел, где там сделали. Ты мне ножовку, которую дай. Высоко. Надо валом перепилить. Которую мы сделали там. Я прящусь от дождя. Интересно, облако сограло. Ветер пограло. Одно облако ходит, он потеряет. И потом туда, и ветер изменился. И гляжу, опять это озеро гонит на нас. И ничего нельзя сделать. Только мы немощные, мы сирые. Ничего не знаем. Господи, сделай, как тебе надо. Все. Сколько? Поднялся? Сто раз? Да. А ты умеешь застать считать? Да. Ну, поезд-то связали? Или что-то у тебя болтается-то так? Ну, какое-то завязка. Глянь. Четыре узла. У него даже одного нету. Держится она непонятно на чем. Четыре узла. Ты только увезешь, дорогой? Да. Егор, возьмите тот поезд, который дарите. Ну, все, однако, давайте. За стол. Пройдем. Как будто нету. Ну, там на окне мухи лежат. Я одним ударом пять штук убил. Там, что-то у них собрание было такое. Благословите и наведите все. Так. Так. Господи, если вы не вещество не может. Помимо нас. Спасибо. Спасибо. Поехали. Спасибо. Так. Спасибо. Угу. Угу. Продолжение следует...